Музыка Заканчиваем Бестыжие 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 Просто бьют мечом Да, ну, разумеется. Продолжение следует... 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 Это не значит, что нужно, что все калитка, все заходите открыто. Ні, сколько я людей, сколько сан-саныч людей знімали зверху и ганяли тут. Тому это тоже не нормально. Это дети, вы понимаете, дело в том, что дети пришли, принесли с собой воду, попили и пошли. Да, нет тут на майданчику мусорки, но и тут нет. Есть бак для смятки, то за забором, я же говорю, на территории немало. Два метра тут, два метра там, два метра там вийдите, тим паче, что на выходе есть бак для смятки. Ну, таки, ну, чи виховання, чи менталитет, чи просто нема осмислення того, що відбувається. Тому, фактор має бути, що люди, ну, для людей будуємо, мають розуміти, що, ну, наше лізти через верх, коли ось є відкриті ворота. Чи наше его гнути, ломати, якщо можна ось 5 лишних метрів пройти і забрати мяч. Ось будинок через 10 метрів, ось інший, той мяч не вилітає за три кілометри звідси. Тому треба, щоб цей майданчик просто був під кимось і його доглядали. Зараз прийдуть ці моменти всі з передачою, воно буде на балансі спортивно-здоровчого центру і тут просто налагодиться ця робота і все. Він не буде зачинений, просто буде охоронятись, наглядатись, будуть висіти там таблички, всякі правила, адміністрація буде поруч знаходиться. Якщо, наприклад, чи закрито, чи там, ну, всякі буває, знаєте, утром бах, там, подзвонили біговна рада або ще щось так і так. Подзвонили, прийшли, спитали, о, прийшли, люди відкрили. Тобто, буде до когось звернутися, будуть люди знати, де це знаходиться, що робити, як він працює і так далі. А так, що нічого немає, відкрито, роби, що хоч, називається. Ну, треба просто зрозуміння до цього ставити, що це великі кошти, це високий рівень майданчика дворового, так ви сказати, розумієте. Треба просто цінити труд людей і, взагалі, це ж за кошти наших жителів побудований цей майданчик. Тобто, діти, які це там наробили, не знаю, діти чи не діти, чи люди, вони ж, там, якщо це діти, то їхні батьки платять податки, якщо це дорослі, то це ж також за кошти їхні. Тому це має бути просто розуміння, я розумію, що це нічого не глядеш, не всім докажеш, діти кажуть, що так, ми зрозуміли, але прийшли і зробили по-своєму. Ми передамо спортивно-здоровчому центру, вони будуть вже закладати кошти на забезпечення цього майданчика і фарбою, і там, і замками, і болтами, і цим, чим завгодно, розумієте, і тою ж сіткою на ворота. Але просто це треба, щоб люди розуміли, що є керівний орган, є до кого звернутися, і що треба, в першу чергу, з себе починати, треба просто ставитися до цього зрозуміння. Ми б могли не ставити забор, але ми б не зробили такого покриття, ми б зробили все асфальт, ми взагалі б не робили тоді ремонт, розумієте, ми зробили, в першу чергу, для дітей, щоб їм було безпечніше і так далі. Воно належить зараз підряднику, або капітальному будівництву, але це йшло не за один день, тобто це з вересня місяця, як тільки ми запустили сюди людей, воно потихеньку, 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 так, його треба було підкручувати, треба було підмазувати і так далі, і так далі. Звичайно, там пройшло скільки-то, 4 місяці чи 5, звичайно воно без нагляду зносилося і так далі. Тобто, ну, це нормальна, в принципі, ситуація з догляду, що ніхто не доглядав. Це ще, так скажемо, не саме гірше, що могло статися. Звичайно, хотілося б, щоб ця площадка була приведена в идеальний вид, вложені бюджетні гроші. Це гроші жителі міста Южного. І жителі міста Южного, діти, молоді, взрослі, благополучно цю площадку вбивають. Я кажу, брошеная сигарета, брошеная пачка сигарет, брошеная бутылка з-под кока-коли – це все збування над цей площадкой. Отношення к забору, отношення к замку, т.е. к елементам цей площадки, замок вообще где-то потерялся. Зачем открывати-закрывати? Открыли, в мусорку выкинули і все. Тому хотілося б, щоб ця площадка була приведена в идеальний вид. Якщо вона буде передана на баланс спортивно-зритетельного центра, то моє мнення, я його не скрываю, здесь будуть займатися спортивні групи спортивно-зритетельного центра, исключительно под руководством тренеров. Тренер взял ключ, відкрив площадку, тренировку провел, ключ здав. Сторож, администрація, прийшли, проверили, мастер по обслуживанию, неважно, чьи це будуть функції. На площадке все в порядке, чисто, аккуратно. Уборщица каждого утра убирает площадку. И площадка имеет хозяина. К сожалению, я повторюсь, может быть, не готовы наши дети, даже наши взрослые, ментально, не знаю, как назвать, менталитетом, не менталитетом, не готовы к использованию таких площадок с открытыми дверями, как я говорю. Если эту площадку оставить с открытой дверью и пускать всех желающих, то через полгода эта площадка просто будет иметь плачевный вид. Если она будет под моим, под соц, на балансе соц, на балансе управления образования, то у меня есть директор, есть методист, есть тренера, которые будут неравнодушны. Мы и так неравнодушны к этой площадке. Вот с утра сегодня и мастер по обслуживанию, и мой тренер, и Артем Викторович Лович, мы сюда пришли, в 8 утра, увидели эти секции, забрали секцию, которую выломали, которая была просто прислонена к забору, отнесли ее в соц, то есть подняли этот вопрос. Понимаете, мы будем неравнодушны и будем за этой площадкой следить. И тот, кто выломает, я думаю, очень быстро мы найдем этого человека. За этой площадкой будет присмотр, понимаете, она будет под присмотром. Здесь мы уже посмотрели, что здесь есть некоторые технические, скажем так, нюансы. Вот этот забор, он немного не приспособлен для игры в футбол. Вот посмотрите, второй год или третий год у нас есть прекрасная площадка для пляжного волейбола на центральном пляже. Ни одного болта, ни одного шурупа, ни одной секции туда еще не упало. Три года используется площадка. Ну, точно с таким забором. Потому что этот забор, он немножко, ну, извините за такое слово, немножко хлипкий. Он не предназначен для ударов мечом. Сейчас специалисты технари придут, посмотрят эти нюансы. Мы же сами определились, где надо просто усилят крепление, дополнительные хомуты где-то приварят более надежно. И я думаю, что забор нужно будет очень сильно постараться, чтобы его выломать. Еще раз говорю, это у каждого объекта должен быть хозяин. Есть второй вариант, прекрасный вариант, он меньше проблем создает мне. Пускай эту площадку возьмет на баланс какой-то из СМД, находящихся в данном районе. У СМД не хотят брать на баланс эти площадки. Ни одной СМД, ни на химиков 14, ни химиков 12, они не хотят брать эту площадку на свой баланс. Площадка нуждается в уходе. Вы поймите, это финансовые затраты, то есть гарантия на покрытие 3 года, на забор год. Вот видите, даже и года не прошло, а забор уже дал, как я говорю, минимально трещины. Кто будет вкладывать сюда деньги? Жители УСМД не захотят свои деньги вкладывать в эту площадку. У них есть более насущные проблемы. Трубы, электросети, текущая крыша, дующие окна, где-то заменить что-то, улучшить состояние своего дома, подъезда, лифта. Никто не захочет. Они хотят, чтобы их дети здесь играли, чтобы эта площадка использовалась с их детьми. Но вкладывать деньги в ремонт они не будут. Поэтому у каждого объекта, это мое мнение, должен быть ответственный. У нас только секции по футболу, что ребята, идите, записывайтесь и играйте. Занимайтесь футболом. У нас такое количество, вот чего-чего, а спортивных секций в городе Южном, у нас детей не хватает. Поймите, в других городах наоборот, много детей не хватает секций спортивных, а у нас наоборот. У нас большое количество спортивных секций разного направления, у нас не хватает детей. А дворовой футбол, в том виде, в котором он существует на этой площадке, как я иду в 6 часов вечера после работы, позже в 8-9 вечера прохожу мимо этой площадки, и пятеро играют, а пятеро курят и пьют, то это не дворовой футбол. И ни один житель в районе этого Химиков 14 и Химиков 12 не сделает молодому человеку замечания. Что ж ты делаешь? Ай-яй-яй, скажем так. Это спортивный объект, ты на нем стоишь, куришь и тушишь сигаретку. Или, повторюсь, человек лезет через забор, сколько окон выходит сюда, во двор, и ни один житель дома, взрослый, не сделает замечания. Мальчишке, взрослому, не знаю, кто там, лазили, снимали мы уже детей с этих заборов. А жителям все равно, то есть я не хочу выходить из теплой квартиры и делать кому-то замечания. А это наши дети. Поэтому, в принципе, понятия дворового футбола для меня отсутствует. Но если бы эта площадка за три месяца не пришла в такое состояние... Посмотрите, это сейчас мусорка по периметру, нет секций. Есть объективные причины. Да, забор имеет не совсем хорошее крепление, он не рассчитан, я уже повторяюсь, для ударов мечом сильных. Но есть и вторая сторона медали, когда это называется вандализм, варварство. Если бы эти дети не уничтожали эту площадку, вопросов нет. Тогда забора даже не нужно было бы строить в таком масштабе. Сделать бы забор в рост человека, там чуть ниже метр пятьдесят. Без дверей, без ничего, заходите, все желающие. Но не хотят дети так, не могут, не хотят, не могут, не умеют еще пока. Невоспитанные они правильно. Использовать такие объекты по назначению. Я же говорю, что эта площадка очень высокого уровня, как для дворовой площадки. Ее за полгода убить, а дальше? Если в одно прекрасное утро мы придем, мы увидим, что нет еще одной секции забора, что припален угол, ну что дальше будет? Зачем тогда вкладывать такие деньги в такие вот площадки? Они нужны, безусловно нужны. Но опять же я говорю, они должны быть под присмотром, под чем-то. Юридический вопрос, это уже не в моей компетенции. То есть она мне нужна, но если ее возьмет на баланс Химиков 14, мы найдем вопрос из Химиков 14 с ОСМД. Первая половина дня, допустим, как вы говорите, для дворового футбола, для дворовых игр, для использования детьми города Южного. Там вторая половина для тренировок спортивно-зрительного центра. Но это очень сложный вариант. Должна площадка быть под кем-то, под одним. Один ломает, а четверо смотрит и не делает ему никакого замечания. Вот о чем я говорю. То есть курят двое, трое просто смотрят, как они курят и тушат бычки. И никто не сказал, Вася, что же ты делаешь? Нам завтра прийти сюда, а здесь появится замок, и нас не пустят. Никто этого не говорит. Эта площадка в прекрасном состоянии была, когда ее закончили строительство, постелили покрытие, просто душа радовалась. Я ходил, как я говорю честно, облизывался. Вот у меня были предварительные договоренности, вот у меня будет объект. И каждый день, когда я ходил мимо этой площадки, того снял, того снял, тому сделал замечание. В ответ выслушал все, что они обо мне думают, скажем так. Молодежь, дети. Я не справлюсь. Это очень специфические крепления, очень специфические секции забора. То есть здесь нужны специалисты, которые люди в этом разбираются, чтобы они восстановили. И я честно говорю, я не скрываю, сразу будет повешен замок, составлено расписание, будут вывешены все данные, где можно найти ключи. Но дети без руководителей, мое мнение, здесь быть не должны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА